Добрый день, уважаемые коллеги! Итак, мы продолжаем разговор о дозе интенсивной терапии, в частности, тройного негативного рака. Но я думаю, что Елена Владимировна уже очень подробно и основательно убедила всех о том, что доза интенсивной терапии, особенно при тройном негативном раке, это уже должно быть просто стандартом. И все к этому должны стремиться с учётом плохого прогноза этого подтипа, агрессивности его течения, особенно у тех больных, которые не достигли полного патоморфоза. И действительно, если мы посмотрим на рекомендации, в частности, рекомендации НССН, то же самое в отечественных рекомендациях написано, что это доза уплотнённый режим, это не то, что даже базовый метод лечения рака молочной железы, а это предпочтительный режим. Вот вы видите, preferred regimens, доза ДЕНС-АЦ с последующим введением токсанов. Клитоксил тоже можно вводить раз в две недели стандартную трёхнедельную дозу. На это тоже можно обратить внимание. Но мало назначить доза интенсивной терапии. Надо ещё её правильно провести, и провести так, чтобы это было безопасно для пациента, потому что, конечно, эти режимы доза интенсивны, они относятся к схемам высокого риска в плане развития, конечно, фибриленитропинии, и в обязательном порядке требуют первичной профилактики с помощью колонии стимулирующих факторов. Ну, Елена Владимировна уже говорила про дозовую интенсивность, про важность её соблюдения. Но вот ещё раз покажу исследование, как раз касающееся пациентов тройным негативным раком молочной железы, у которых поддержание относительной дозовой интенсивности более 75% ассоциировано с увеличением как безрецидивной, так и, самое главное, общей выживаемости. Вот видите, насколько кривые расходятся. То есть это очень важный параметр в лечении больных тройным негативным раком. Ну, также упоминалось уже исследование DEFENDER, в частности, вот его часть, касающаяся тройного негативного рака. На самом деле исследование-то огромное, да, оно посвящено вообще лечению всех солидных опухолей, различных опухолей, различных локализаций, включено более 3000 больных. Это отечественное исследование реальной клинической практики, но большая часть пациентов была раком молочной железы в этом исследовании. И вот вы видите, что поддержка с помощью препарата Экстимия, о котором Ильяна Владимировна тоже подробно говорила, позволила соблюсти вот эту относительную дозу интенсивность больше 80% на доз ДЕНС-АЦ больше, чем у 90% больных, у 92% больных, и TCH спиртузумабом более, чем у 94% больных. То есть Экстимия позволяет нам вот эти режимы, нужные обязательно к применению при таких агрессивных подтипах, как тройной негативный и HER2-позитивный, просто эту терапию, собственно, выполнить. Ну, еще раз обращу ваше внимание на то, что этот препарат уникальный в плане того, действительно, как он выводится. То есть это удивительно. Вот такая саморегуляция, то есть когда происходит насыщение нитрофилами, то они, собственно, препарат сами и разрушают. Вот такая саморегуляция. И это, конечно, более сбалансированный контроль уровня нитрофилов по сравнению с короткими формами КСФ, и снижается риск гиперстимуляции милопоэза. Ну, теперь перейдем к клиническому случаю. Это пациентка, которая лечилась в нашем отделении. На сегодняшний день ей 55 лет. Отмечу интересный факт, что у нее первичные множественные заболевания. В 2006 году она уже получила комбинированное лечение по поводу рака яичников, экстерпации матки с придатками, аминтектомии, 6 курсов химиотерапии к корбоплотинам. Но в то время вот такой режим терапии проводился, как правило. И в 2020 году у нее был диагностирован местно распространенный такой Т4Н3 уже рак молочной железы. Видите, по данным маммографии, кожа ареола утолщена, ткань диффузно инфильтрирована. На этом фоне определяется образование около 4 см. И множественные гипохиогенные лимфоузлы в подмышечной области и в подключичной области. Метастатическое поражение лимфоузлов было верифицировано цитологически. У пациентки сопутствующей патологии сахарный диабет второго типа. И неудивительно, наверное, с таким собственным анамнезом, что у нее и отягощен семейный анамнез. У тети ее по материнской линии был диагностирован рак яичников в свое время. У пациентки была выполнена биопсия, естественно, и был диагностирован вот такой типичный тройной негативный рак молочной железы с высоким КИ 85% и с высокой степенью злокачественности G3. И, опять-таки, совершенно неудивительно, что ей была выявлена наследственная мутация, типичная мутация в гене Берси-1, 5382 на сердце С. Таким образом, пациентке выставлен диагноз первичного множественного заболевания, рак яичников в состоянии после комбинированного лечения в 1906 году, и рак молочной железы, третья С стадия, тройной негативный вариант, и наличие наследственной мутации патогенной в гене Берси-1. Ну, как это принято, да, и как мы считаем наиболее правильной в этой ситуации, пациентке была назначена дювантная химиотерапия по схеме 4 курса АЦ 1 раз в 2 недели, то есть доза ДНС с поддержкой КСФ, и затем 12 введений по клетоксела и карпоплотина еженедельно. Итак, в феврале 2022 года пациентке был проведен первый курс химиотерапии. Вы видите, доза составила абсолютно 120 мг доксурбицины и 1200 мг циклофосфана, то есть пациентка страдает избыточной массой тела, и была назначена профилактика с помощью филгростима короткого в течение 5 дней после химиотерапии. Но здесь можно обсуждать вопрос о том, почему не была более высокой дозы, назначена ей филгростима с учетом большой массы тела, но, как лечащий врач мне объяснил, что это было связано скорее с такими организационными причинами, доступностью препарата и так далее, пациентка иногородняя. Но, тем не менее, был проведен такой режим КСФ-поддержки. Ну и, к сожалению, через неделю у нее развелась лихорадка, она сдала общий анализ по рекомендации лечащего врача, и была выявлена глубокая нетропиния четвертой степени. Но, к счастью, все обошлось достаточно малой кровью, ей была назначена антибактериальная терапия, которая была проведена с эффектом, никакого дополнительного лечения ей не потребовалось. Ну и что же, да, вот тут стоит отметить, мы, собственно, замечаем это сами в своей клинической практике, исследования такие уже есть, о риске гематологической токсичности у пациентов именно с Берсей-1-2 мутациями. Дело в том, что это гены, которые отвечают за репарацию ДНК, и мы знаем, что в связи с этим у них может быть повышен риск развития гематологической токсичности. Действительно, это было показано, что развитие нейтропинии 3-4 степени и 4 степени достоверно повышается у больных с мутацией Берсей-1, Берсей-2 такой зависимости нет, и наличие мутации в гене Берсей-1 – это, собственно, независимый фактор вообще развития тяжелой нейтропинии у пациентов раком молочной железы и раком яичников. Поэтому неудивительно, собственно, что вот такая ситуация возникла с нашей пациенткой. Ну и далее, ей продолжена нейодевантная химиотерапия, второй курс, начало его было несколько задержано в связи с тем, что уровень нейтрофилов не восстановился вовремя. И дальше дальнейшая КСФ-профилактика уже проводится препаратом экстимия 7,5 мг подкожно однократно после курса химиотерапии. И вы видите, что это позволило провести и оставшиеся курсы, 3-4 курсы химиотерапии без каких-либо задержек, случаев нейтропинии отмечено не было. Всё было проведено в срок. И при контрольной маммографии после 4 курсов АЦ отмечается положительная динамика в виде уменьшения отёка кожи, инфильтрации ткани, уменьшения размеров самого образования. Метастазы в лимфоузлах подключичных перестали определяться, а в акселярной области их количество и размер существенно уменьшились. И далее ей проведён второй блокно-одевантной химиотерапии в запланированном объёме по клеток СЭЛ-карбоплотин еженедельно 12 введений. Это лечение осложнилось такими стандартными вариантами побочных явлений, как астения, анемия, периферическая нейропатия. И на последних введениях возникла необходимость добавления филгростима, но такого вот обычного, в виде 1-2 инъекций буквально после курса, в связи с тем, что уже тоже стало развиваться под конец лечения нейропинии. И окончательно перед операцией контрольное обследование при мемографии дальнейшее отмечено уменьшение отёка кожи, ареула, и уже вместо опухолевого узла отмечается нарушение структуры ткани железы и небольшой остаточный музел в акселярной области. В июле 2022 года пациентке была выполнена радикальная мастектомия, и при гистологическом исследовании в молочной железе признаки полного лечебного патоморфоза и также признаки полного патоморфоза в 4 из 14 лимфоузлов и окончательный класс RCB 0, то есть полный лечебный патоморфоз. Пациентке проведена одевантная лучевая терапия на послеоперационный рубец региональной зоны в запланированных дозах. И поскольку у нее имеется Берсея-мутация, и пациентка молодая достаточно, она высказала желание в выполнении реконструкции, и такая возможность была использована. И в мае 2023 года была выполнена профилактическая подкожная мастектомия, контрлатеральная слева, и отсроченная реконструкция с двух сторон с использованием собственных тканей. Ну и в настоящий момент пациентка наблюдается без признаков прогрессирования заболевания. Уже прошло 22 месяца с момента операции. И мы можем сказать, что профилактическое назначение профилграстима в одевантной терапии тройного негативного рака позволило провести лечение по дозе интенсивной программе в полном объеме и без развития серьезных, вот уже последующие курсы прошли без развития серьезной гематологической токсичности. То есть вот такая пациентка с вторым уже раком, с тем, что уже была проведена предшествующая химиотерапия, пусть это было давно, достаточно много лет назад, но тем не менее, с такой распространенной опухоли, с распространенной стадией по раку молочной железы, с массивным поражением лимфоузлов, вот проведение такой дозы интенсивной терапии позволило добиться полного лечебного патоморфоза и даже выполнить пациентке профилактическую операцию, выполнить реконструкцию и в настоящий момент вот все у нее на сегодняшний момент хорошо. Недавно она проходила контрольное обследование. Спасибо.